Суд вынес первые приговоры по делу о пожаре в торговом центре Зимняя Вишня. Которая обслуживала сигнализацию, приговорили к 5,5 и 6 годам. Охранник Зимней Вишни получил 8 лет лишения свободы, а двух сотрудников пожарной части признали виновными в халатности и их приговорили к 5 и 6 годам колонии. Некоторые фигуранты собираются обжаловать приговоры. Трагедия в торговом центре в Кемерове произошла весной 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие утверждает, что здание торгового центра было построено с нарушениями и в некоторых помещениях не работала система тушения пожара. Всего возбуждено три уголовных дела. Адвокаты Ивана Павлова объявили в розыск в России. Сам он ранее покинул страну и считает, что власти таким образом не дают ему вернуться обратно. Оцениваю это как классика жанра, наверное. Наверное, сначала сделали все для того, чтобы человек уехал. Теперь надо сделать все для того, чтобы он не возвращался. Могли возбудить еще одно уголовное дело, но сейчас пока стало известно, что пока лишь объявили в розыск. О розыске Иван Павлов узнал от своего подзащитного журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Именно за участие в этом деле Павлова преследуют в России по статье о разглашении данных следствия. Дело в том, что процесс по Сафронову закрытый, и власти расценили комментарии адвокатов СМИ как нарушение тайны следствия. Кроме того, созданное Иваном Павловым объединение юристов команды 29 признали нежелательной организации. После чего проект прекратил свою деятельность в России. В Саратовской области задержали депутата Госдумы Валерия Рашкина с туши Лося. Об этом сообщают сразу несколько СМИ. По данным источников ТАСС, политик управлял автомобилем в нетрезвом виде. Полиция нашла в машине убитое животное. В комитете охотничьего хозяйства заявили, что у Рашкина не было разрешения на охоту. По их данным, депутат сказал полицейским, что нашел Лося в лесу и решил забрать его. Кроме того, сразу после этого в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Фамилии и фигурантов не указаны. Но упоминается автомобиль той же марки и подозреваемый того же года рождения, что и Валерий Рашкин. Напомню, что Рашкин депутат Госдумы с 2000 года. Он один из членов КПРФ, которые в сентябре организовали акции протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму. КПРФ тогда отказалась признавать электронные выборы в Москве. В России за сутки умерли 1163 пациента с коронавирусом. И это максимум за все время пандемии. А число новых заболевших достигло почти 40 тысяч. Смертность и заболеваемость коронавирусом в России растет уже несколько месяцев. Власти объясняют это низкими темпами вакцинации. По официальным данным, полностью привились от коронавируса около 51 миллиона человек. А для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо вакцинировать на 40 миллионов россиян больше. Из-за ситуации с коронавирусом по всей России вводят так называемые нерабочие дни. Большинство общественных мест и магазинов будут закрыты. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос, а школы уходят на каникулы. Предполагается, что эти ограничения продлятся неделю, но если ситуация не улучшится, их могут продлить. Хотя о локдауне по всей стране речи пока не идет. В Украине второй день подряд рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Власти выявили почти 27 тысяч новых случаев. Скончались 648 пациентов. При этом из 25 регионов уже 8 находятся в красной зоне. Там наиболее сложная ситуация, поэтому введены строгие карантинные правила. С понедельника таких регионов может стать вдвое больше. В Минздраве Украины ситуацию с коронавирусом называют критической. Там опасаются, что пиковые показатели сохранятся и в течение следующего месяца. После этого, по прогнозам властей, волна постепенно пойдет на спад. Накануне строгие антиковидные меры ввели власти Киева. С 1 ноября работу приостановят общепит, спортивные и торговые центры. Также будут запрещены массовые мероприятия. Исключения будут действовать только для тех заведений, где привиты все сотрудники. А горожан, не прошедших вакцинацию, не пустят в общественный транспорт. Тем временем, Южная Корея с 1 ноября, наоборот, начнет поэтапно отменять карантинные ограничения. Жителям все еще нужно будет носить маски. Но с паспортом вакцинации они смогут посещать спортзалы, бары, ночные клубы и сауны. Кроме того, во многих регионах разрешили встречаться группами по 10 человек. Полностью снять коронавирусные ограничения власти планируют к февралю. Они пошли на эти меры благодаря высокому уровню вакцинации в стране и низкой смертности. В Южной Корее из 52 миллионов жителей двумя дозами привиты более 70%. За все время пандемии в стране заболели 360 тысяч человек. Умерли около трех тысяч пациентов. Другим темам. Самый массовый телеграм-канал в Беларуси «Нехта Лайф» признали экстремистским формированием. Сегодня у него более 925 тысяч подписчиков. Вместе с ним в так называемый черный список МВД попали сообщества «Нехта» и «Лухта». Эти телеграм-каналы активно освещали прошлогодние протесты, публиковали инструкции по самообороне, а также выпускали расследования о коррупции в окружении Александра Лукашенко. Силовики не объяснили, на каком основании запретили «Нехта» и связанные с ним каналы. В октябре прошлого года суд уже признал эти сообщества экстремистскими. Тогда якобы за призывы к массовым беспорядкам. МВД Беларуси получило право запрещать группы в соцсетях две недели назад. За это время они объявили экстремистскими формированиями уже 16 групп и чатов в Телеграме. И угрожают уголовной ответственности не только их администраторам, но и подписчикам. Хотя юристы и правозащитники говорят, что это незаконно, поскольку чтение постов не может считаться экстремистской деятельностью. Молдова закупит газ у украинской компании «Нафтогаз». Речь идет о полутора миллионах кубометров топлива. Кроме того, Киев согласился предоставить Молдове еще 15 миллионов кубометров газа в долг. Ранее Кишинев уже подписал аналогичные контракты на закупку топлива с Польшей, Нидерландами и Швейцарией. Из-за энергетического кризиса и неудачных переговоров с Россией страна ищет альтернативных поставщиков. Все эти годы Молдова покупала топливо российского «Газпрома», но сейчас стоимость газа в три раза больше, чем в начале года. В Молдове заявили, что такую цену платить не готовы. А Москва грозит полностью отказаться от поставок, если Кишинев не оплатит долг и не подпишет новый контракт с «Газпромом». На прошлой неделе переговоры России и Молдовы прошли безрезультатно и были прерваны. Но накануне обсуждение поставок газа возобновилось. США направят Афганистану гуманитарную помощь на 144 миллиона долларов. Деньги, в частности, пойдут на обеспечение афганцев продовольствием, медикаментами и подготовку жителей к зиме, пояснили в Белом доме. Средства, по данным властей, поступят через независимые гуманитарные организации. После захвата власти талибами курс местной валюты упал до исторического минимума, а Всемирные банки и МВФ заблокировали миллиарды долларов финансовой помощи Кабулу. Напомню, что международное сообщество не признает власть талибана. Местные жители говорят, что с трудом зарабатывают на жизнь. При этом Афганистан и так одна из беднейших стран мира. Больше трети населения живет меньше, чем на два доллара в день. Против бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куома подали первый судебный иск о харассменте. Ранее политик ушел в отставку из-за сексуального скандала. Теперь Куома обвиняют в сексуальном, обвиняют в насильственном прикосновении. В материалах дело говорится, что на приеме в особняке он намеренно сунул руку под блузку жертвы и дотронулся до интимных частей тела, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания. Имя женщины, которая заявила в судне, сообщается. Куома был губернатором Нью-Йорка 10 лет. В августе он ушел в отставку на фоне сексуального скандала. 11 женщин обвинили политика в харассменте. Расследование прокуратуры подтвердило эти факты и губернатору грозил импичмент. Он принес извинения девушкам, которые могли пострадать от его действий, но вину не признал. По новому делу политику может грозить до одного года тюрьмы. Компания Facebook поменяет название на «Мета». Об этом заявил ее глава Марк Цукерберг. Он также представил новый логотип компании. Это знак бесконечности, исполненный в синем цвете. Изменения, по его словам, отражают новую цель компании Facebook – построить метавселенную на основе других продуктов корпорации. В компанию, например, также входит социальная сеть Instagram и Messenger WhatsApp. Эти сервисы, как и сама соцсеть Facebook, сохранят свои названия и логотипы. Ребрендинг происходит на фоне скандала, связанного с массовой публикацией внутренних документов компании. В них говорится об этических проблемах и утаивании информации о работе корпорации. Сам Цукерберг все обвинения отрицает. Эти и другие новости вы также можете прочитать и посмотреть на сайте currenttime.tv. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.